Почти 300 килограммов запрещенных веществ изъяли у красноярцев сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом они рассказали в свой профессиональный праздник, День образования службы. За год в крае, рассказывают в ведомстве, почти 500 человек отравились наркотиками и больше половины из них умерли. Всего на наркопреступлениях попались больше 3700 человек. Сотрудники закрыли 8 онлайн-магазинов с запрещенкой. Подпольные лаборатории тоже не новое явление. Например, у одного из жителей Зеленогорска нашли почти полтора килограмма самодельной синтетики. А вот чтобы доказать вину подозреваемых, в управлении есть своя лаборатория. Там проводят анализ всех неизвестных веществ. К примеру, это можно привести в пример чай. То есть, если мы возьмем чай, там содержится заварка. Все, что вышло в воду из заварки, там, соответственно, сахар растворенный, там лимон, имбирь положил. То есть, это, соответственно, мы получили какую-то сложную смесь. Вот с помощью давления газа в газовом хроматографии эта сложная смесь разделяется на отдельные компоненты. Все вещества, запрещенные, как только они попадают на рынок, как правило, исследуются, попадают в библиотеку. Приборы определяют такие, как героин, ПВП и так далее. А здесь мы определяем инертные вещества, так называемые наполнители. То, чем разбавляют психоактивные вещества.